МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа-попутчик на канале Автоплюс. Я Игорь Маржарета. И вот о чем мы сегодня поговорим. По всем опросам, которые в последние годы проводились в цивилизованных странах мира, получается, что только 38% населения недовольны своими дорогами. Самое обидное, что в эти 38% попадают россияне и жители других стран СНГ, потому что у нас картинка совершенно другая. По нашим опросам, примерно 70% россиян считают своими дорогами нехорошими, не очень хорошими, плохими, откровенно убитыми. Увы, это вот такая картинка. И сегодня мы поговорим о второй русской беде, о российских дорогах. В студии у нас сегодня гость, замечательный гость. Это депутат Государственной Думы Александр Васильев. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. По совместительству и по основной своей профессии он еще лидер известного движения «Убитые дороги России». И, собственно, Саша, насколько я знаю, вы совсем недавно вернулись из большого автопробега, который прошел по дорогам Сибири и Дальнего Востока и доехали даже до самого-самого Магадана, чтобы как-то посмотреть, почувствовать вот этим своим местом, насколько хороши или нехороши российские дороги. Сколько вы ехали? Мы ехали почти две недели. Почти две недели? В чистом времени по дорогам от Хабаровска до Магадана мы ехали восемь дней. Ну, есть небольшой сюжет, который вы же и сняли, собственно. Давайте посмотрим, чтобы понять, что там за дороги. Из-за дефектов дорожного полотна в России ежегодно гибнет более 35 тысяч человек, а экономические потери составляют почти 3% ВВП. Из-за плохих дорог скорость автомобильных перевозок у нас в два раза ниже, расход топлива больше в полтора раза, стоимость обслуживания автомобилей в два с половиной, а их срок службы на треть меньше, чем в промышленно развитых странах. Результат ужасен. Некачественные покрытые дороги повышают стоимость перевозок на 30-50%. Бездорожье обходится экономике, а в частности, простому россиянину исключительно дорого. Но почему в нашей стране плохие дороги? Большинству россиян уже надоели ссылки на какую-то особость и уникальность России в мире, поскольку в других странах, расположенных на той же широте, прекрасные шоссе и автобаны. Если послушать дорожников, получается следующее. Наша страна самая большая по территории и самая холодная, и уникально неудобная с точки зрения дорожного строительства, включая ремонт. Особенно если речь идет о Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Но температура еще не все. Есть такое понятие, как суровость климата, то есть перепад летней-зимней температур и дневной-ночной через ноль. Здесь мы вообще вне конкуренции. К тому же Россия страна уникальнее не только в смысле климата, но и в том, что она сделана из неудачного материала. 86% это связные грунты, то есть грунты с примесью глины или одна глина. А она имеет особенность – хорошо вбирать и плохо отдавать влагу. В результате подпочвенные воды поднимаются по пустотам такого грунта прямо под дорожное полотно и с первыми морозами замерзают. Весной верхний слой грунта под асфальтом размораживается и теряет несущую способность, а колеса грузовиков запросто проламывают асфальт под пустотами. Поэтому все дороги у нас заплатка. Но хорошо, когда дорога вообще есть. Пусть с ямами, колеей, в любом состоянии, но есть. Но ведь на большей части нашей страны, коей является Сибирь и Дальний Восток, дорог нет. Порой встречаются зимники, игровики, а то и вовсе направления. Однако еще в советское время были опыты строительства дорог и в условиях Крайнего Севера, например, в Норильске. И опыт, надо заметить, удачный. Ведь эти дороги служат неплохо и по сей день. Поэтому говорить о том, что не найден способ, как сделать хорошие дороги в нашей стране, нельзя. Возможно, не найдены исполнители. Ну что, посмотрели сюжет. Есть такая дорога. Я сначала хотел бы обратиться к нашим уважаемым телезрителям. Ну, во-первых, звоните, конечно, к нам в эфир. Телефон прямого эфира 8495, код Москвы, 617-9555, 617-9555, и для СМС-сообщений 5577. Любые вопросы по дорогам, я думаю, что Александр ответит, что и как депутат Государственной Думы, и как лидер движения «Убитые дороги России». Ну и хотел бы задать вам вопрос, очень ждем ответов, интересно будут. Вопрос такой, удовлетворяет ли вас состояние ваших дорог? Отвечайте, подведем итоги. И хотел сказать приятную новость еще, значит, по поводу звонков и СМС-сообщений. Мы сегодня решили, что автор самого интересного звонка или самого интересного СМС-сообщения будет примером. Примером достаточно любопытная вещь. У нас 1-2 сентября на новой трассе Москва-Рейсвей, она находится под Волоколамском, кто не знает, она единственная пока у нас трасса международного уровня, пройдет первый в истории России, первый этап в истории России крупной гонки, которая называется FIA GT. Это гонка в классе гран-туризма. В общем, соберутся люди не только из России, приедут специально посмотреть из многих стран мира. И канал «Наш Автоплюс» выступил информационным спонсором. Так вот, тот, кто задаст самый интересный вопрос, самый интересный СМС-сообщений, вот эти два замечательных билета получит в конце этой программы и может отправиться в выходные 1-2 сентября. Вместо того, чтобы толкаться в московских пробках, это будут безумные дни, поедет и посмотрит замечательные гонки, где участвуют пилоты из многих стран мира, в том числе и из России. Это так. А теперь возвращаемся к нашим дорогам, Александр, что, в общем, не только тема нашей сегодняшней программы, что крайне важно для всех нас, для автомобилистов. Итак, вы отправились на Дальний Восток. Это была первая ваша поездка, вот в те места? В прошлом году, год назад, у нас проходил автопробег в Владивосток-Калининград. Поэтому участок, который мы приезжали в этом году от Хабаровска до Большого Невера, он нам уже был знаком. Ну, мы даже так сравнивали, что изменилось на этом участке. А вот то, что дальше, на Север, на Якутию... Это впервые. Да, для нас это была загадкой. Вообще, как выглядит дорога. Потому что вот в интернете, как я не вбивал в Яндексе, дорога на Якутск. Я вечно видел фотографии 2006 года, когда машины топали... Жуткие фотографии, когда тонут машины, когда люди вот так вылазят. Женщины, да, вылазят. Вот эту картинку я хорошо помню. У нас есть звонок... А, извините, нет, звонка, я ошибся. Значит, и что там сейчас? Сейчас вот это жутко? Нет. Вот таких участков уже нет, где можно остановиться. Мы, когда выезжали из Большого Невера на Якутию, там две недели шли дожди. Вот была картинка, где мы едем, там прямо вот ручьи идут вдоль дороги. Бегут. Конечно, жутко. То есть там ощущение, что она сейчас перемоется, и дороги не будет. Но это вот один из немногих участков, который остался в таком проблемном состоянии. Но тем не менее, он тоже там твердый. То есть по нему идут машины, грузовые идут. Медленно, но идут. А вы ехали на каких машинах? На каких-то серьезных внедорожниках? Да, мы ехали на ленд-крузерах. Дело в том, что мы, так как мы не обладаем своими машинами, мы все-таки обратились за помощью в Росавтодору, и они нам помогли, предоставили машины, на которых мы вместе, совместно проехали от Хабаровска до Магадана. И скажу вам, что в основном на этой дороге машины встречаются грузовые, УАЗики, Буханки и ленд-крузеры. То есть вот другие машины, видимо, эти дороги не очень хорошо переносят. У нас есть звонок из Ростова-на-Дону. Послушаем. Добрый вечер, в эфире. Алло, здравствуйте. Да, представьте, пожалуйста. Я звонил Ростова-на-Дону и хочу спросить, а когда появится в России, сейчас, в Ростове-на-Дону, более-менее обоснованной дороге? Ладно, в летнее время, еще после зимы как-то золотая. Но зимой ездить абсолютно невозможно. Вот у меня, к примеру, на машине жесткая подвеска, и я просто разбиваю две колеса и делаю целиком подвеску. А хотелось бы перебегаться не как по минимуму подвески, лево-право-право-право-налево, а ехать четко прямо по заданной положении и препятствовать. Спасибо за звонок. Ну, вот сразу вот. Ну, вопрос, на самом деле, риторический, да? Когда появятся хорошие дороги. Здесь можно, вот, я вообще сторонник того, чтобы у нас в России вообще были лучшие дороги. Безусловно. Я тоже очень этого хочу. Мы все почему-то говорим, что давайте, чтобы у нас дороги были хорошие, там сделаны. Ну, ничего подобного. Надо стремиться все-таки к лучшему, да, вот, и чтобы потом заедали. Вот мы сейчас съездили в Якутию, там уникальные условия от минус 50, даже от минус 60, да, до плюс 50 порой. То есть, большой разброс температуры. Вот если там научиться делать дороги, я думаю, что это большой опыт вообще для всей страны и для других стран, которые можно там продавать, другие страны. конкуренция такая. Вот если вернуться к этому звонку, в Ростовской области есть дорога, как минимум одна, хорошая трасса Дон, которая сейчас, я по ней проезжал последний раз, правда, в прошлом году. Я проезжал по ней две недели назад. Она некоторыми участками соответствует уже всем требованиям. Да. Шикарный автобан, просто шикарный автобан. Я думаю, что Ростову грех жаловаться. Единственное, что вот эта развязка, которая, там у них большой комплекс торговый и развязка на Краснодар, она портит все впечатление. Есть, есть. Можно два часа стоять и ждать, пока ты выйдешь на дорогу. Но если есть одна хорошая дорога хотя бы появляется, ну, я верю, мы говорим, что когда-то через какое-то время другие к ней подойдут. Да. Что иначе быть не может. Но это дорога платная. Ну, частично платная. Ну, там 50 километров платная, насколько я помню. Да. Ну, она находится в компании, которая занимается платными дорогами. Конечно, вот федеральные трассы, они находятся в Росавтодоре. У них уже есть, вот, так скажем, предпосылки к тому, чтобы сделать дороги хорошими. И на Санкт-Петербург там улучшается. То есть есть вот участки некоторые. Ну, я проехал сейчас. Даже вот та же Чита-Хабаровск. Мы ехали, вот участок от Благовещенска до Читы. Если не брать во внимание там проблемы, которые есть, то действительно ездишь по очень хорошей дороге. Там с очень высокой скоростью. Я два года назад ездил от Читы до Хабаровска, когда только сдавали эту дорогу. И вот, ну, не считая тех двух, тех кусков, которые старые дороги, вот недалеко от Читы тогда было, и, соответственно, недалеко от Хабаровска. Вот эта новая часть центральная, она была просто роскошная, она повергла всех в шок. Потому что едешь посредине тайги, справа-слева лес, жизни нет никакой. Совсем поселок раз на 200 километров случается, а ты едешь, и так красиво. Мы ехали ранее осень, и очень было красиво. Вот у меня в памяти вот тоже вот эта дорога, она все время так вспоминается. Самые яркие впечатления от Читы Хабаровска, и вот именно вот этот участок, который где-то между Благовещенском, там, и... Ну, я понял, центральная часть, да? Да, да, да. Но сейчас, я вот скажу, что мы проехали, там проблем стало больше. Больше? Да. Вот в Якутии, в Якутии, куда мы ехали, в общем-то, изначально, там проводилась конференция по вечной мерзлоте. Ситуация такова, что некоторые места, где речушки пересекают дорогу, где есть мосты на Чите Хабаровск, подвержены пучению. И там очень серьезно, то есть снижается скорость до 50 км в час. Стоят знаки, и на большой скорости очень опасно, можно улететь. И вот в этом году их стало больше. Мы сравнили, что... Я попытаюсь объяснить, что такое пучение. Это, насколько я помню, значит, вот дорога, а снизу вечная мерзлота. И если с разной скоростью вот эта вечная мерзлота тает. Да. И есть какие-то участки, где тает быстрее. Ну, и играет, соответственно, по высоте. И, соответственно, вот когда тает какой-то лед там снизу, и потом он может... Там образуются какие-то газы, насколько я помню. Там линзы, вода. Линзы, вода. И может вот просто... Вплоть до того, что как взрыв вот такой, выбросить кусок земли. Я видел это 6 лет назад, когда ехал по дороге, я не доехал до Магадана. И это, в общем, страшненько. Едешь, а тут как будто гигантские кроты чего-то нарыли. Сейчас это есть или нет? Вот что кроты нет, но все равно вот видно, что она неровная, она волнами. Причем с такой частотой неприятной, что на большой скорости можно головой удариться об крышу. Ну вот 6 лет назад это просто были, как я говорю, отвалы, как кроты нарыли. И едешь между ними вот так. Едешь, в общем... И говорят, что бывает такое, что когда она вот взрывается реально, ну там пух, пузырь лопается, что если там машина едет, ее просто перевернуть можно. Ну, нет, нам про такое не говорили. Мы этого не боялись. Все-таки все меняется в лучшую сторону. Нет, таких вещей не было. Не было. Кстати, я сейчас по Украине ехал, по ужасно разбитой дороге, это так я в сторону ушел немножко. И вдруг увидел знак, и так, аааа, а там было написано Оборежно, но осторожно, Оборежно Пучини. Я так не понял, то ли они боятся итальянского композитора Пучини, то есть у них тоже где-то вечный мир залтает, тоже дорогу Пучин. Возможно, такие вещи в поймах рек, там, где смещаются грунты. То есть все это представляет такую опасность для насыпи. И вот самый интересный, мы всегда задаем вопрос. Сделали дорогу, а кто ответит за это? И насколько я понимаю, что вот за эти проблемы еще все-таки не нашли ответственного. То есть там каждый пеняет друг на друга. А, ну это по-нашенски. Сейчас ответим, есть звоночек из Москвы. Добрый вечер в эфире. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Георгий, я здесь в Москве. Я хотел возмутиться, ну спросить. Возмутиться, ну, относительно качественного дорога у нас в стране. Потому что приходилось ездить по разным, по различным регионам, и в Сибири, и на Урале, и в Востоке. А спросить вот что. Вот вы говорите о том, что в условиях мерзлоты, в условиях холодного климата довольно сложно построить дорогу качественную, которая продержится какое-то значительное время. Я хотел спросить, вообще существует на стране материалы, да, вот битум тот же самый, который выдерживал бы эти нагрузки температурные, который бы не лопался, не трескался на морозе, не плыл бы в жаре. Насколько технологии, насколько эти технологии прошли вперед, вообще во всем мире все давно в порядке. У нас же, по-моему, ничего не меняет. Спасибо большое. Ну, насколько я все-таки понимаю, Александр депутат Государственной Думы и не дорожник по образованию. Ну, и строитель по образованию. Ну, хорошо. Но в теме мы уже давно как бы разбираемся. И на самом деле большая цепочка взаимодействия от заказчика, проектировщика, подрядчик, качества материалов, пользователей. То есть настолько разностороннее получается участие и каждого взаимодействия на вот это вот на объект дороги. Если вот эту цепочку, какое-то звено там упускается, то цепочка рвется. По материалам, ну и правильно сказали, по технологиям, да, С технологией, технологии есть, да. Если бы они соблюдались хорошо, четко там и вот абсолютно досконально все, я думаю, что все было бы тоже хорошо. Битумы – проблема серьезная у нас, потому что битум – это как отход больше, и найти качественный материал очень сложно. Меня вот больше всего поразило, когда мы подъезжали где-то к Якутску, там подрядная организация, ну, я не знаю, там для красного словца или как они рассказали о том, что вот им по договору прислали битум не той марки. А вот сезон уже, работа началась, надо строить, причем там заказ был глобальный, для своего завода на 150 миллионов или как-то так заказали. Они вернули партию обратно, отсудили там неустойку и взяли другой битум. Но они очень многими рисковали, хотя с другой стороны они могли поступить там по-другому. Взять как-то, использовать этот битум некачественный, потом где-то замазать глаза. И вот это вот отношение людей, оно тоже какое-то впечатление создает о дороге. То есть кажется, что там далеко, там в семье ничего не видно, людей там мало. То есть прислали какую-то битву, ну и ладно, сойдет, сойдет на эту трассу. А там рабочие, они тоже, может, там работать не умеют. Нет, на самом деле, там вот люди, которые живут, они очень ответственно ко всему относятся. Они понимают, что они далеко. Там материк им, конечно, помогает, но тоже далеко. То есть вот в случае чего, они вот здесь, на самом деле, хозяева. И там держатся вот так вот, ну, по-русски, на мужике там держатся. Дай бог, потому что у меня, я в строитряде 25 лет назад в университете строил дорогу в Подмосковье. И я был мастером, и приходил каждый день на стройку, и прорабу говорю, ну, на дорогу, там, 4 километра надо было построить, сельской дороги. Прорабу говорю, давай щебенку, давай песок, давай подушку там, болото бы. Он говорил, нет у меня песка и щебенки, зато, говорит, гудрона дофига. И он меня грузовиками гнал, мы в болото засыпали, это, значит, катком прохаживались, потом это все тонуло. И на случай, я говорю, слушай, ну, это ерунда, мы без подушки все делаем. Он говорит, нет, ну, вот, нет у меня этого, да давай вы из этого делаете. Ну, вот, к сожалению, я так боюсь, что во многих районах России так вот и осталось. И если это хотя бы где-то в Сибири там соблюдается, дай бог, чтобы они нам пример показали. Да нет, Игорь, я думаю, что много где пытаются сделать как-то вот хорошо, но там есть разные факторы, в том числе и коррупционные. Вот мы своим движением все-таки вот бьемся, да, за то, чтобы сделать, ну, более прозрачную всю вот эту систему, чтобы все-таки мы видели, куда уходят деньги и как они используются. И, конечно, ну, тяжело. Не говоря уже о том, что есть просто люди, которые находятся там на расстрелянных должностях, там, директора управления, там, дорожного хозяйства, ну, не всегда там от них даже зависит все. Я понимаю, особенно если это какой-то регион, где, в общем, все уже расписано, все понятно, и когда, может, он и хотел бы чего-то сделать, ему говорят, нет, берешь местного подрядчика, берешь... Вот щебень из того карьера. ...щебень из этого карьера, берешь с этого завода асфальт и так далее, и выбора нет, когда уже все расписано. У нас, подвели мы итоги нашего голосования, смс-голосования, они еще хуже, чем я думал, к сожалению. Это как бальзам на душу или не бальзам, но это вообще очень грустно. Я говорю, в среднем по стране у нас 70% недовольны своими дорогами. Вот наш небольшой опрос показал, что 88% наших, даже 89% наших телезрителей, ну, они все люди, в общем, в теме, все люди, ездящие каждый день, 89% участвующих в вопросе недовольны своими дорогами. Имеется в виду дорогами и улицей, и региональной, дорогой федеральной. То есть, мы спрашивали, да, мы спрашивали своими дорогами. И вот в сумме накапливается, и получается вот такая нехорошая цифра. Я еще раз хотел напомнить наш телефон прямого эфира 8495-617-9555 и смс-сообщение 5577. Еще раз напомнить, что за самый лучший, самый интересный, я имею в виду, вопрос, мы с удовольствием подарим два билета на будущую субботу-воскресенье на автодром Москва-Рейсвей под Волоколамском, где пройдут замечательные гонки FIA GT Grand Tourism. В общем, это, наверное, одно из главных автоспортивных событий этого года. Ну, в общем, Саша, немножко в сторону хотел уйти, расспросить немножко о вашем движении, откуда оно взялось вообще. Насколько я знаю, вы из Пскова, и оно родилось как движение убитые дороги Пскова. У нас что, там самые плохие дороги в России, что ли? Нам казалось, что да. Дело в том, что мы живем, вот Псковская область, она находится на стыке с Европой. А у нас сверху Ленинградская область, дальше, чуть пониже, Эстония, Латвия, Белоруссия, ну и вот уже дальше остальная Россия. То есть вокруг Европа. Вокруг Европа. В такой форпост в Европу. 50 километров от Пскова до границы с Эстонией. Переезжаешь границу, совершенно другое отношение к дорогам. Там, ну, просто даже не вдаемся в подробности, там, сколько там денег, там, ну, там, Евросоюз перечисляет деньги. Но все равно для нас это обидно. Я прошу прощения, потому что у нас звонок аж из Ханты-Мансийска. Не будем держать человека на проводе. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я из Ханты-Мансийского округа, город Егорск, Валерий. Очень приятно. Хотелось бы сказать, о чем о дорогах. Ну, вот, такое мнение созрело тут у нас, что при строительстве дорог разворовывается, во-первых, много, и в дорогу не вкладывается. Никто потом эти дороги не проверяет, потому быстро они потом начинают портиться. Вот. Вот такая вещь у нас, в Ханты-Мансийском округе, я считаю, так вот, что у нас идет, что идет, просто много разворовывается. Во-вторых, строят регионы почему-то. Мне кажется, должна строить федеральная какая-то компания, которая должна потом отвечать за дороги. А у нас, получается, что строят то Свердловского, то Тюменской, каждый на свой участок, и никто потом толку не найдет концов. Сейчас вот у нас выезда нету, куска дороги 60 километров до Керри договорились, и то не могут закрыть 60 километров. Договорились, что 10 километров Свердловский область достроят, а остальные Тюменской области у нас свое доделали, сейчас поехали досыпать эти участки. Вот и проблема, а проезд, один выезд у нас здесь на Свердловскую область, здесь очень хороший выезд, как бы все оттуда продукты, все заводится, товар, а дорога 60 километров не проезда, вот и все, две области договориться еле могут, у тех денег нет, у этих денег нет, проблемы. Я вас понял. Спасибо большое за звонок, что есть такой... Ну, мне кажется, разговор как раз о федералке идет, не остальные. Нет, судя по всему, разговор идет о каких-то межрегиональных дорогах, связывающих два региона, это, насколько я понимаю, вообще самая больная проблема. Там что-то... То есть, есть федеральная дорога, есть областная дорога какая-то, но как только областная дорога уходит куда-то в другой регион, стыкуется, тут всегда почему-то возникают какие-то проблемы. Это вот я уже несколько раз такие вещи снижал. Для региона это стыковое направление. Да, но зачем, условно говоря, там Ханты-Мансийская в автономной области какая-то дорога, уходящая в Свердловскую область? Кто такая Свердловская область? Они не знают. Вы, я имею в виду, власти местные. У них проблемы вот для... Да, такие дороги очень часто встречаются. Ну, они самые бесхозяйственные, как правило. А вот по части... Самые несчастные, самые заброшенные. Да, по части вот сказали, что не контролируются. Я все-таки предложил бы вот тем людям, которым все-таки вот проблема дорога, которые все-таки хотят сделать дороги хорошие, сделать, ну, вот как у нас сообщество. Вот мы как раз и говорили о том, вот давайте вернемся к предыдущему разговору. Вот вы сказали, что рядом Евросоюз, прекрасные дороги, а тут Псковская область, которая оказалась как бы вот... Здрасте. Да, ну и у нас просто очень быстро закипело. Весной дорог просто не стало. Причем это очень рано произошло, в марте. Это вы слушайте внимательно, смотрите, потому что это методика, как жить и действовать, как бороться с плохими дорогами. Это реальный пример борьбы. Она где-то положительная, где-то отрицательная. Я не скажу, что сразу все получилось. То есть мы собрались, мы очень быстро собрались, там, за 10 дней в соцсети объединились и выехали. Видимо, накипело, да? Накипело, ну, очень накипело. То есть вот, там, других слов нет. Собрались, подъехали, там, автомобильные сообщества. Был и дозор, и, ну, вот игра такая есть, и таксисты. Ну, и просто там, друзья, родственники, все, кто с машиной приехал. У нас было, ну, больше сотни машин, это точно. Мы собрались, проехали по городу, вызвали, от администрации пришел заместитель мэра, он ничего нам не сказал толкового. Ну, и как бы, вроде пошумели, улеглось. То есть ничего не произошло. Ну, тут главное не терять обороты. То есть вот, понимаешь, что это все-таки сообщество, которое смотрит. с дорогами, которое вот именно хочет, чтобы дороги были, оно вот будет делать все, что угодно, предложение выносить, будет долбить там различные кабинеты власти, вызывать чиновников на разговор. И от нас отмахивались сначала. Потом, вот, важный момент, у нас получилось, потому что у нас власть поменялась в регионе. В некоторых регионах очень сложно как-то постучать. Я думаю, что во всех регионах очень сложно. И вот это вот настороженное отношение, то есть откуда они взялись, кто их двигает. Власти любой, конечно, неприятно, когда приходят какие-то люди, а кто вы такие, а где ваша печать? Тут ищутся различные политические подоплеки. А их нету, просто, вот, достало. Вот, достало. Люди объединяются там совершенно не политическим признаком, просто вот, у них обычная гражданская позиция. Я плачу налоги, где дороги? У нас вот и был такой первый лозунг. Я прошу прощения, звонок из Москвы, давайте послушаем. Добрый вечер, в эфире. Добрый день, меня зовут Алексей. Вопрос к вашему гостю. Скажите, а какие перспективы строительства дороги Москва-Санкт-Петербург? Спасибо большое. Ну, я попытаюсь ответить за Кельбуха. Ну, и за Чабунина, потому что в Санкт-Петербурге есть старая дорога и новая. Да, у нас, вот мы же как раз собирались у вас с дороги России, как называть организацию правильно, который Кельбуху заплавляет? Автодор. Автодор, да. Госкомпания Автодор. К 16-му году они собирают закончить платную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Что касается бесплатной дороги, она постепенно будет достраиваться, реконструироваться, но тоже функционал в основном не потеряет. Она будет расширяться, я разговаривал, в Росавтодоре она будет расширяться, она будет улучшаться, ее потихоньку будут доводить, то есть и будет и платная дорога, и бесплатная. Выбор будет, вот насчет 16-го года я не знаю, или 18-го. В 18-м году будет у нас чемпионат мира по футболу. Вот как раз к ним вы собирались. По-моему, к 17-му году собирались сдать вот этот дублер платный, а бесплатный, соответственно, может быть, раньше сделают. Пока это ужас. Здравствуй. Я вот хочу все проехать по этой дороге, посмотреть и оценить ситуацию. Поехали. Есть звонок из Тольятти. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня звать Андрей. Вот. Работаю дальнобойщиком. Значит, очень много ездию. И у меня такой вопрос к вашему гостю. Что это за технология такая, например, укладки дороги? Срезают какой-то асфальт, естественно, там неровности. Потом льют битум и просто-напросто сыпят крошку асфальтовую. Ну и, естественно, люди ездят, бьют лобовые стекла, бьют фары. То есть, вот такая вот. Что это за технология? В прошлом году... Спасибо большое. Да, в прошлом году в Псковской области на трассе М-20 в федеральной дороге мы тоже самое замечали. Мы видели, как приехала техника, начала срезать асфальт. Но они срезали асфальт настолько, вот мы даже пачку сигарет положили. Тонюсенько так. Тонюсенько, тонюсенько, да-да-да. Что же это такое? Потом проливалось, укатывался щебень, но это на самом деле поверхностная обработка. То есть ситуация такова, что денег на то, чтобы отремонтировать, допустим, все 300 километров дороги, нет. есть на 30 километров, а остальные там 280 должны как-то жить. И по технологии, если верхний слой асфальта, допустим, проходит там лет 5-6, битум постепенно испаряется. Остаются камешки, которые вылетают, образуются ямы. И вот если битум пролить там и закатать поверхностный слой, который увеличивает сцепление в том числе, да, и делать это хорошо. На самом деле вот в Беларуси очень много этого. Это технология такая от бедности, я так понимаю? Это от бедности, да. От бедности, но ее применяют очень много где. И она вот как раз увеличивает срок жизни. У нас в России вообще самые долговечные дороги. Говорят об этом. Трасса Колыма. Нет, потому что они просто годами не делаются, но по ним ездят. Я скажу, что и в Беларуси, и в Эстонии это тоже используется. Очень часто видно, что дорога старая, она неровная, там, с своими просадочками. ее просто сверху закатывают этим слоем поверхностной обработки, и он за счет того, что битым там в трещинки залезает, не рушает дорогу. Я так понимаю, что это делается от бедности, делается не на самых оживленных дорогах, видимо. По-разному. Но тут выкручивается кто как может. У нас есть звонок из Ульяновской области. Добрый вечер. слетел. Вот так, не узнаем мы, что происходит в Ульяновске. Но там как-то сложно. Тут, кстати, пишут, что самые плохие дороги в Саратовской области, и дальше ужас, крик души. Потом дальше Архангельская область, Велеготский район, дорога ужас, причем федерального значения. Так, и из Ханты-Мансийской еще одна смс-ка пришла. Из бюджета выделяется 6 тысяч рублей за один метр квадратный, а делается за тысячу рублей, пишет Виктор из Ханты-Мансийской. Но это о чем вы говорили. К сожалению, сложно отследить путь этих денег. Действительно, большие деньги выделяются, и хотелось бы за эти деньги получить действительно что-то реально хорошее. К сожалению, ожидаешь что-то вот, а получаешь что-то вот. Совсем не то. Да, это часто происходит. Мы не договорились сообществе. Да. Вот что бы я предложил людям, которые находятся в таких регионах. Просто как вот мы, наша деятельность там широко начала освещаться, мы начали замечать, что сообщества такие в других городах тоже возникают, как-то вот по нашим каким-то стопам идут. Порой даже очень креативно поступают. Мне вот нравится, как в Твери ребята занимаются дорогами. У них очень креативная акция. Например? Ну, они там обводят ямы краской, зебры рисуют. Вот не было зебры. Прямо берут зебры рисуют. Красивую зебру. Трафарет. А где-то рисовали еще портреты чиновников. По-моему, это где-то был в Екатеринбурге. Ну, где-то было, да. Портреты чиновников, которые отвечают за эту дорогу, там, но городских чиновников. Да, да, да. Или какие-то давали обещания. Ну, тоже. В общем, чего-то надо делать самим в этой ситуации. Да вот просто, если есть инициативная группа, пускай она идет в администрацию и говорит, вот, давайте, будете принимать дорогу, позовите нас. Мы тоже посмотрим. Было так один раз, мне сказали, приезжайте, посмотрите, вот, дорогу мы сделали. Я приезжаю, там промыло и большая дырка. Ну, звать. Новые дороги. Здрасте. Ну, повод для скандала. Повод для скандала, то есть это надо снимать, это надо где-то в интернете все вывешивать. Обязательно, обязательно должна быть открытость, обязательно по максимуму журналистов звать, пускай они тоже фиксируют все. Не надо там каждую яму охотиться за ней. Попросить четкие планы о том, что вы собираетесь делать и потом проследить, как это выполняется. А потом еще приехать через год, через два, через три на этот же участок с представителями администрации и посмотреть, как вот эта дорога стоит, что с ней случилось, как она выдержит гарантийные сроки. У нас есть звонок, сейчас послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Срывается. Люди очень хотят. Видимо, все-таки много желающих попасть на соревнования на Москар-СВ. И что, вот вы приходите, вы просто никто, вы общественники, ну, условно говоря, в глазах чиновников вы никто. Да. вы общественники, вы пришли, говорите, покажите нам дорогу и показывают. Покажите, вот мы хотим, покажите нам документацию. Надо понимать, что, в общем-то, чиновники по-разному относятся к этому всему. Где-то действительно отмахиваются, не берут. Но, когда уже вот они видят, что там прошла какая-то акция и количество машин или людей, которые приняли участие, которые, действительно держат эту тему за живое, что оно уже какой-то критически вообще набирает оборот, что это просто нельзя не замечать. И вот тогда действительно начинают прислушиваться, тогда уже какие-то начинаются вот положительные сдвиги и очень много, конечно, открывается глазам людей. У нас есть звонок из Самары. Добрый вечер. Надеюсь, это не сорвется. Добрый вечер. Меня зовут Андрей, Да, Андрей. Громче чуть-чуть. Я вот, я не слышал изначально вашей программы, если не слушал, вот, слышал про дороги, вот, ямки там все ремонтируют. У нас здесь в Самаре регулируют дороги. Кстати, вот, если ты смотришь, что хорошо, в городе качественно, но делаются частыми. Вот, если бы, смотришь, они доделали там основной частый в городе, то чуть-чуть рстал, это приступили, и они его не доделали. То ли это за то, что денег опять же не хватает, то ли вот украли эти деньги, не знаю. Вот, по своей, так сказать, работе, мотаюсь по области. Дороги, стрельни, так сказать, нормальные, можно ездить. Это уже не направление, а дороги. Это уже радует. мотается, виду, что в Ашкирии было, там, асфальт, понимаете, пропадает, как будто, случивается, или вот, вырывается частями. Есть дорога, которая, невозможно прякать, как будто после бандежки. Почему их ремонтировать, вообще непонятно. Так, дороги, в Ирску края. Спасибо большое. Есть вопрос. Понясен вопрос. Ну, опять же, это надо спросить у местных, почему они делают так. По-разному дороги строятся, и вот, если там какие-то региональные дороги, часто замечаем, что делают каким-то участком, ну, или федеральные даже, 3 километра, 5 километров. Я так понимаю, от недостатка денег. От недостатка денег, да, какие-то критические моменты самые исправляют. Ну, если талантливое и нормальное управление, да, то они стараются подойти именно вот так, вычислить самые болезненные участки, которые уже не могут терпеть, да, и их начинать исправлять. А то, что касается города, в городе, ну, в Самаре, я не помню, там, по-моему, вот мы ее проезжали мимо, но как-то впечатление, вот, до меня доходит различное мнение, что там Самаре все-таки не очень дорога. В самом городе Самаре мне, я был несколько раз, но, правда, давно были плохие дороги. В области есть очень разные дороги. Есть федералка, она хорошая, более-менее. Есть региональные дороги, они похожи. У нас сейчас есть звонок из Ижевска. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Вы скажите, почему такое плохое качество дороги вот от Ижевска, к примеру, ну, из Удмуртии, в сторону Екатеринбурга, каждый год что-то делают там, асфальт убирают, но все равно ельц какая-то. Спасибо большое за звонок. Ну, поскольку ни я, ни вы, наверное, по этой дороге не ездили, и людей не знаете, трудно сказать. Ну, скажи, что надо жаловаться, в конце концов. Давайте вот на все вот такие конкретные вопросы, потому что ни Александр, ни я конкретно не отвечаем за эти дороги. Мы хотим, вот мы вместе с Александром, хотим понять, что сделать. Для этого, Саша, дайте совет, куда идти. Самый простой способ это воспользоваться вообще административной системой, направить жалобу в ГИБДД на состояние дороги. Направляются жалобы, из ГИБДД приходит, во всяком случае, можно уже узнать, чья это дорога, там, что ГИБДД в этом плане приняло. То есть, они отвечают за безопасность, они делают предписание, выносят, кому они выносят предписание. То есть, надо написать какую-то жалобу и отслеживать процесс. Так как он идёт. Можно сделать, да. Можно сделать таким образом. Ну, можно где-то поискать в СМИ, кому относятся. У нас, как правило, собственников дороги немного. Или это федеральная дорога, которая относится к Росавтодору. Ну, они обычно там, сеть, там, одна-две дороги федеральных в регионе находятся, если это не Москва. Есть региональные дороги, которые относятся к дорожному комитету региона. И уже там муниципальные, сельские дороги, те, которые вот, ну, тоже в регионе находятся, по ним, там разные, есть уличная сеть, которая к мэрии относится. То есть, во-первых, надо разобраться, чья это дорога, кто за ней отвечает, с кого спрашивать. Кстати, давайте на звоночек ответим. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, вы откуда? Я из Великих Луг. О, земляк. Земляк наш выступает. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я вот ездил в Белоруссию недавно, вот, и у них там прямо по трассе много очень стоянок, и на которых стоят мусорки, стоят туалеты. У нас такого, наверное, никогда не будет. Как вы думаете? Спасибо большое, Зонок. Ну, пессимистично, конечно, так думать. Вот я вам скажу, Игорь, мы ехали по Колыме, там есть места для... По трассе Колыма. По трассе Колыма, Там есть места для остановки автомобилей. Они там бывают через 3, через 5 километров. И на них стоит большая бочка, в которую бросают мусор. Конечно, туалета там нет. Я могу сказать, по своему опыту, по трассе Дон, по трассе Дон, стоят по трассе Беларусь, стоят и стоянки для транспорта, и указатели контейнера. То есть это и есть. Вообще проблема правильно озвучена. Вот, ну, немножко надо по-другому посмотреть. Это качество придорожного обслуживания. Мы ехали, вот проезжали Якутию, проезжали, ну, Лена трасса, Лена трасса Колыма. Очень сложно найти какой-нибудь придорожный сервис на лежащего уровня. вот какой-нибудь найти туалет, где можно руки помыть, заправка, ну, в которой можно хотя бы там погреться или что-то купить. Нормальную кафешку, в которой можно покушать безопасно. Что говорить, я вот недавно, ну, вот мы проехали, вернулись к ЛМИ, я читаю про нашу Псковскую область, прошла проверка, не помню, как организация называется, она проверила кафе, который стоит на трассе, вот, федеральной. Везде куча замечаний, то есть человек, который питался там, он подвергал свою здоровью опасности. То есть он как по минному полю шел? Ну да, то есть вот у меня тоже неоднократно бывало, на той же трассе М4 Дон, вот нет такого места, где ты приехал, вот как в Европе, мне понравилось, я ездил по немецким автобанам, ну, ладно, там дорога в исключительно хорошем состоянии, там другое финансирование, там другой подход. Но вот есть нормальный придорожный комплекс, куда ты приезжаешь, где есть нормальный туалет, там даже для инвалидов есть. Где вот кафешка хорошая, есть гостиница. Хотим посидеть. Все есть. Звонок из Владимирской области сейчас послушаем. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, неважно, где я живу, вопрос такой, почему бы на государственном области не подключить на конкурсной основе с зарубежной компанией для строительства дорог. Я думаю, что и качество повысится, и по рукам как-то ударит чиновников. Я вас... Наверное, все-таки работает. Спасибо большое. Саша, вопрос. Не идут многие. Боятся нас. Ну, вот мы тоже задавали этот вопрос, почему не идете. Видимо, там условия другие, тоже финансирование отличается. То есть гнать технику из-за границы там не всегда может выгодно. Во-вторых, отбираем хлеб от наших. Да, я согласен, надо какое-то делать подмес там иностранного опыта. Но, с другой стороны, а с чем сравнивать? Вот банальный пример. Выезжаю в марте из Пскова, еду в Амстердам, в Пскове валит снег, в Германии, где хорошие дороги, уже распустились кусты. Там и трава растет. А деревню Гадюкина смыло. Да, да, то есть, многие, конечно, многие вещи, которые видишь там, думаешь, почему вот у нас такое нет. У нас такое может быть где-нибудь в Сочи, где тепло. Но не везде. Несколько тут сообщений. Люди жалуются на свои дороги. Видимо, достало, я еще раз говорю. Так, почему делают грубые стыки старого иного асфальта? Ужасно бьет. Ну, я не знаю, почему делают стыки такие. Значит, по рукам тоже бить надо. Бить надо по рукам тех, кто такие стыки делает. Вот, Александр рассказывал, в принципе, алгоритм, как начинать процедуру борьбы с теми, кто делает брак на дороге. Федеральная трасса М-5, участок Сызран-Тольятти. Ужас. В прошлом году проезжал, вроде ничего было. Сейчас разбили, что ли? Может быть. Федеральная трасса М-5, ах, еще раз, так достал, что два раза. которые на Астрахани едят, нет? Ямало-Ненецкий, автономный округ, у нас вообще не делают дороги, даже страшно ездить. По дороге поселок маленький, не могут положить даже асфальт. Все время говорят, что будет, а ничего не делает. Куда обратиться? Местную власть. Есть депутаты Государственной Думы от местного региона, есть местные депутаты, есть администрация района, есть администрация области и так далее. То есть я так понимаю, что надо учиться быть склочниками. Иначе сейчас не проживешь. Да, хочешь мир, готовься к войне. Готовься к войне. Если хочешь, чтобы что-то сделали, надо не стесняться того, а писать письма, писать жалобы, я не знаю, приглашать журналистов, выгружать в интернет эти картинки, идти трясти этих чиновников, вот просто как дружище. Вот так надо дать должное, журналисты очень помогают. Вот в этом плане, то есть те сообщества, которые есть в других регионах, журналисты тоже люди, они тоже по этим дорогам едут. Дорогам, да. Мы же так же едем, чтобы в регионе было все хорошо. У нас есть звонок из Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Александр. Что скажете, Александр? Ну, я по поводу... Вы какую дорогу ругать будете? Писки трассы, которые... Я езжу довольно часто в Калугу. Угу. В Калугу. И мне понравилось, вот буквально неделю назад, я езжу туда, там снимали асфальт где-то километров по 11, одну полосу. В обе стороны причем. Угу. И буквально через неделю я еду, он уже уложен, прекрасный асфальт. Вот так. И уже начинается снимать асфальт так вот дальше. То есть вот такими большими площадями они кладут, и асфальт прекрасный. Ну, видите, не все ругают, оказывается. Спасибо большое, звонок. В Калугу давно не ездил, но там по М3 едешь, насколько я помню, а потом в сторону немножко. Ну, вроде пока звонков нет, давайте дальше. Вот мы как-нибудь... Я все пытаюсь понять, как вот действовать людям на местах. Вот мы организовались маленькой инициативной группой на примере ваших убитых дорог Пскова. Потом мы достали каким-то образом местные власти. Местные власти вынуждены были смириться с вашим существованием и даже как-то показывать вам документы или что-то. Потом вы как-то учредились, я так понимаю? Нет, мы еще не учредились. Мы вообще избегали очень продолжительное время оформления вот на бумаге, то есть регистрации как движения. Потому что это накладывало некоторые отпечатки сразу же. А зачем вы регистрируете? Да, вот вопросы. И вы что хотите, в грантах участвовать? В грантах нам не надо участвовать. Нам так как бы хорошо. Мы сами самостоятельно, сами состоялись, как люди, как личности, которые имеют некоторое время свободное, которые могут уделить это дорогам, общему делу. Но действительно, в конце концов, мы приходим к вопросу о регистрации. Почему? Есть законом. Утверждено, что есть в городе, ну вообще на уровнях любой власти, там городской или региональной, есть комиссия безопасности дорожного движения. Это такой непонятный орган во многих регионах, в котором разные люди непонятных профессий находятся, которые мало имеют отношения к безопасности дорожного движения. Например, учителя, врачи. Ну, казалось бы, да. И там есть, конечно, представители ГИБДД, представители администрации, и они вот собираются и решают какие-то там совместные проблемы по безопасности дорожного движения. Но что-то конструктивного вот там бывает не возникает. А вот зачастую бывает проблема в том, что даже вот какой-то знак висит, под ним стоит инспектор ГИБДД, штрафуют постоянно. Ну, люди так едут. Тут как-то надо что-то думать, менять схему, делать из одностороннего движения, двухсторонний или наоборот. То есть тут нужна какая-то инициатива снега? Да, инициатива, причем сбора информации глобальной. То есть именно тех людей, которые услышали автомобилистов, прочувствовали это, сами проехали, пришли и сказали, вот у нас предложение созрело такое. То есть не просто... Работали с ГИБДД. Не просто долой, а вот у нас есть конкретная идея. Да, ну вот у нас положительный опыт в этом. Сначала нас не пускали. Мы когда принесли кучу предложений, они сказали, ну, слушайте, надо это проработать. Ну, так всячески пытались отмахнуться. Но постепенно все равно есть предложения принимаются. Большое прощение, давайте звоним, когда я принимаю. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Александру, да? Да. Депутат. Дело в том, что звоню я из Кимры, Тверская область. Угу. Ребята знают, москвичи многие, такую деревню. У нас есть такая дорога Ильинское шоссе. Это в сторону Твери. Угу. Край города. Ремонтируют дорогу. Короче, к мэру ходил. Молодец, мэр сразу все, отремонтировали, яма была. Ну, такая трасса, тут, ну, движение большое. Мошины много. Я прошу прощения, вы можете кратко сказать суть вашего вопроса? Потому что... Суть моего вопроса, что вы, вот вы говорили, что наше разгильдяйство три раза, два раза делали, и все, это я, есть и есть, есть и есть, это я как депутат. И потом у меня еще вопросик. Ходил я к мэру. Я прошу прощения, что я вас вынужден перебить, у нас, к сожалению, время подходит к концу, но идея понятна. Это какая-то непобедимая яма, вот, чтобы ее победить, я так понял, Саш, надо объединиться всем вместе, да. И долбать власти, а может на каком-то этапе собраться всем и закопать им самим. Игорь, казалось бы, хочется просто работать, да, платить налоги и вот не задумываться о том, а вот не работает все. Не работает. Приходится уделять внимание, собираться, ну, на самом деле, это очень интересно. И когда мы все-таки сообществом объединились, собрались, мы поняли, что это очень, это какая-то позитивная такая волна. Вот она приносит многое. Идея звучит так. Надо объединяться, и тогда что-то произойдет. Я прошу прощения, я все-таки сейчас назову лучший вопрос за сегодняшний вечер. Мне показалось, что самый интересный вопрос был из Владимирской, кажется, области. Наш телезритель спросил про иностранные компании, ну, которые, может быть, конечно, конкуренция, хотелось бы своих занять, но, наверное, нужна в какой-то степени конкуренция, чтобы свои шевелились, а то действительно закопались в своих проблемах и только придумать отговорки, почему у нас плохие дороги. Вы позвоните после программы, и вот эти два билета вам достанутся сходить посмотреть с удовольствием гонки. Ну, Саш, нам остается только подводить итоги. У нас осталось не так мало времени, прошло 50 минут. Значит, насколько я понимаю, вот сформулируйте, Саш, в нескольких словах, вот кредо, что надо делать, чтобы в своем районе навести, буквально в двух словах порядок. Административное давление, первое, да, то есть использовать инструменты, которые есть. Это раз. Второе, говорить об этом открыто, часто много, объединяться в сообщество. И третье, никогда не успокаивается. Не успокаивается. И это самое главное, и тогда вот эта дорога, которая вас доставала, может, станет прямой и приведет куда-то в хорошее, светлое будущее к большому городу, во всяком случае. Будем надеяться. Спасибо большое, Саш, что вы сегодня пришли с вами. Желаю, чтобы вы на посту депутата Государственной Думы добились, чтобы наши дороги вели нас только вперед и были лучшими, как минимум в Европе. Ну, а вам, дорогие телезрители, спасибо, что вы сегодня были с нами, что, как всегда, активно участвовали и в голосовании, и в обсуждении. Это была программа «Попутчик» на канале «Автоплюс». С вами был Игорь Баржарета и депутат Александр Васильев. Всего вам доброго, и пусть дорога вам будет исключительно в радость. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова